Тайный ученик Это как бы большое свое хозяйство. Мы же этого нигде ничего не видели, а здесь вот мы окунались в такую реальную монастырскую жизнь. А потом даже иногда позволяли в трапезу обедать, приходить. Не боже, какова история, уже не помню. Начни с простого. Начни с самого простого послушания монастыря. Вот езжай, есть свободное время, езжай в монастырь, езжай в храм. Тайный ученик Я человек из деревни, простой, крестьянской семьи. Одна мать меня воспитывала. Я вообще был любопытный ребенок. Везде все надо было не успеть узнать, увидеть, особенно покойников. Тогда, так сказать, о Боге никто ничего не говорил, церкви не было. Только лишь помню, что в деревне жили сегодня, говоря уже современным языком, наверное, юродивые. Христа ради юродивые. А тогда говорили, ну, дурочка. Вот у нас, да, две-три семьи таких было. И была женщина, вот, богомольная, Матушка Мария. И вот эта Матушка Мария ходила по покойникам, читала. Видимо, тебя, как сейчас уже понимаю, псалтирь. И мне запомнили, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что это такое, я не понимал. И что-то красиво пели, когда у покойника были. Там что-то читали, пели. И хоронили. Вот, значит, на всех похоронах я бывал. А потом боялся этих покойников. Вот даже на улице. Говорю, мать, пойдем, там покойник стоит. Поэтому было все любопытно. Не помню, в каком классе меня мама взяла в город, в храм. А я рассказала об этом своей классной руководителе. То ли второй, то ли третий класс. Она говорит, не надо в храм ходить. Она не жестко, не пресекала. Она просто сказала, видимо, как педагога, она должна была сказать, значит, деревенская наша учительница. Но мне очень понравилось. Этот город был Ульяновск, кстати, она не Симбирск. И, значит, мне очень понравилось. И вот как-то это было все в душе. Мне интересно, любопытно. Короче говоря, любопытство привело к минивере. Потом уже мы переехали в город Ульяновск жить, на пригороде жили. Меня повели опять, можно сказать, в этот же храм. Служба там на церковно-славянском языке. Мало чего понятно, но тем не менее. Была первая пасхальная служба. А потом землячат поехали на родину, на родном языке. Мы уехали в Чувашию, в село Туруно, Батринского района Чувашской республики. И вот там, конечно, мне очень понравилось. Я, значит, потихонечку, опять любопытно, мне все интересно. Это что это, зачем это, почему я потихонечку. Вначале у Салии там сидел, у Коностаса. Потом, значит, пролез на клирос. С клироса в алтарь к батюшке. И, значит, начал там по намаре помогать. Что-то там мне дали почистить. Чистить Евангелие, Кадила. И таким образом, вот я бы стал прихожаном этого прихода. И, в принципе, вот меня приняли с любовью на этом приходе. И вот, наверное, началась моя церковная жизнь. Оцерковленная жизнь. В какой-то мере. Еще не до конца. Но что-то вот было начало положено так. Уже, так сказать, я, наверное, в школе, в 10-м классе уже учился. Вот, так сказать, мое было направление храм таким образом. Значит, это же Матушка Мария говорит, ты хочешь поехать на церковь? Хочу. Вот она мне дала моего сверстника, двух бабулек. Написал, да, до этого я слышал. Наверное, вот, да, 75-й год, март месяц. Приехал на приход. Помню, это Матушка Мария. Листочки маленькие с тетради квадратные, такие квадратиками. Написано, новопрестольное Архимандрит Алипий. Я еще ничего тогда и толком опять не понимал. Она говорит, умер. Сейчас уже вспоминаю. Умер, так она нам объясняла, наместник Псково-Печерского монастыря. Архимандрит Алипий. Всесь храм, весь приход молился за отца Алипия. И вот где-то она летом, наверное, хочешь поехать? Хочу. Вот она мне дает сверстника. Двух бабулек. Написала. Приезж в Москву, на Казанский вокзал. Переходишь на Ленинградский вокзал. 15.01. Уходит поезд Москва-Таллинн. Надо покупать эти билеты. Садитесь в этот поезд. Да, я все это купил. Они все за мной идут. Я командир главный. И, значит, приедете на вокзал. 5.06 утра поезд прибывает. Сойдете с поезда бегом на автобус. Он вас ждать не будет. Вот он, как, так сказать, все пассажиры сядут, уезжает. Поэтому не опаздывайте. Все это опять бегом. Этот автобус, автобус нас ждал. И, значит, приедете в город. Когда сойдете с автобуса, спросите, где монастырь, вам любовь подскажет. Значит, все точно так же сделал. Все на бумажке было написано. Я все по бумажке. И, значит, когда придете в монастырь, там спросите, значит, чувашку Антонину, наша землячка, вам ее найдут, покажут. Она ходит там чуть ли не каждый день в храм. Вот я помню. Все так сделал. И, значит, встретились мы с ней, разместились. Вот мы жили у матушки Раисы. Они как раз двоем жили рядом. Вот одни жили у нее. Вот мы вдвоем, по-моему, у матушки Раисы жили. Она, слава Богу, жива, матушка Раисы, матушка Антонина. И уходили каждый день, утром, вечером в монастырь на богослужение. Это было что-то такое таинственное. Здесь были святые старцы. Вот удивительно. Я тогда, 75-й год, представляете, это такие старцы. Вот самый известный тогда был отец Савва. Это был народный духовник, да. Все вокруг него. Вот он и уходит из храма. Вы знаете, толпа вокруг него, как рой пчел вокруг окружает, жу-жу-жу-жу-жу, там что-то говорит. Он кому-то отругает, кому-то там что-то скажет, и все. Вот он еще в силы был, еще он ходил. А остальных я как-то еще мало запомнил. Потом уже потихонечку-потихонечку я начал знакомиться с ними. Вот запомнил отца Агафанга. Очень был добрый, очень ласковый. Потом он скончался, по-моему, в Старых Русах. Потом отец Дамаскин запомнился покойным. Тоже он уже в последствии на Месико-Савва-Крыпинском монастыря. Потом многие-многие. Отца он уже попозже я узнал. Вот таким образом я как бы увидел первый раз монастырь. Для меня здесь все было свято, все было красиво, все было торжественно. Мы боялись больше всего Гавриила, отца Варнаву и отца Нафанайла. Вот три грозы было. И, конечно, говорю, мне очень понравилось. И мы трудились. И здесь предводителем, не просто предводителем, бригадиршей была матушка-монахиня Ольга. Она жила за Печерами, подавалица называется. И после литургии, как литургия заканчивалась. А сейчас вот Владыка Тихон возразил наподобие, вот как раньше было. А значит, раньше понедельник, среда и пятница, братский молебен и одна литургия. А вторник, четверг, суббота, две литургии. Ранние в шесть часов, поздние в восемь часов. И вечерами были Акафис. В понедельник вечером Архангел Михаилу, во вторник вечером Предтеча, в среду вечером Матери Божией, четверг вечером Святилит Николаю, в одном храме, в основном в Успенском это было, и в пятницу вечером с Трастем Христовым. И в воскресенье вечером Успение, так называемое Малоуспение было. Вот мы пели, так им нравилось, вот отец Дамаскин управлял народным хором, и вот мы пели Акафист. Мне это очень нравилось. И на послушание нас собирала монахиня Ольга, такая подвижница, молитвенница суровая, такая темная такая, вот у нее лицо было. Вот, и, значит, она нас собирала, пойдемте, 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 вот мы выйдем со службы, и приводила сюда на завтрак, нас кормили завтраком, в коридоре братского корпуса. Длинный стол был, вот там вся благая была, ну как все благая, молоко, творог, рыба, хлеб монастырский, очень был вкусный, значит, и мы до света ели и шли на послушание. Кто на дрова? Часто нас с утра брали на просфорню. Был такой известный просфорик, монах Иннокентий, кричит, шумит, расшумится, тесто бежит, вот, но тем не менее, он нас тепло принимал, вот мы там горячие просфорки или бракованные, квас был очень вкусный, он нас, так сказать, детей особенно любил, что-то доверял, что-то не доверял, вот, и на разных послушаниях тоже, наверное, кто-то на дрова, кто-то там на цветы, и вот накануне успений, задолго, наверное, месяца, за месяц, может, за два, делали фонарики, так называемые, к сожалению, не принес, надо было принести, в начале катали трубочки из бумаги, делали внутри полость, а потом, знаете, гофрированную вот эту бумагу цветную, его складывали в гармошечку, потом вокруг этой трубочки его складывали, он получался, так сказать, как трубочка расширенная, вот гармошечка сложенная, это получался подсветник, это так называемые фонарики получились, потом вниз опять обклеили, гофрированная бумага, много, надо было тысячи, это много там делать, потому что людей там тысячами собрались на праздник Куспене, и эти фонарики всем раздавали на праздник Куспене, так красиво стояли, то есть, а их потом расширяли, как тюльпанчики, они открывались, или как линии, и внутри свечку вставляли, и стояли все разноцветные, желтый, красный, синий, белый, красиво стояли, и, так сказать, не пачкало, потому что свеча течет, капает, и подлом можно запачкать, а то, чтобы не пачкалось, и расширялось, ну, в общем, было очень красиво, Вот мы занимались этим фонариком. Это было на Теплице. Где сегодня в Теплице, там с нами занимался монах Алексей Звонарь. Он одновременно и на Звоне был, и в Теплицах он был. Вот он с нами занимался. Вот это, конечно, особо запомнилось. И потом сам праздник Успения. А уже после... Да, и мы еще каждый вечер старались обходить вокруг монастыря. Тогда вот этого, то, что сегодня дороги асфальтовой ничего не было. Вот грязь была, ну, грунтовая дорога, обыкновенная, неблагоустроенная была. Вот все было просто вокруг монастыря. Вот мы, можно сказать, малый крестный ход обходили, совершали вокруг монастыря. Вот, наверное, вот такая первая поездка, первый приезд мой был в Печоры. Для меня, я говорю, все здесь были святые. Кормили хорошо, главное, по-другому относились. На службе можно было петь, там где-то помогать. И главное было, главное это было послушание и контакт с братьями. А потом даже иногда позволяли в трапезу обедать, приходить. Не боже, какова история, уже не помню, правда. Вот, мы даже иногда обедали вместе с братьями. Это было что-то такое особенное. Это была гроза всех морей, народов и океанов. Да, действительно было, потому что у меня была жесткая воспитая мать. И здесь такой строгая воспитая мать. Он очень был строгий. Вот, и да. Ну, как-то вот он, ну, приглянулся я ему. Ну, мальчишка, так сказать, еще не испорченный, видимо, неразвращенный до конца. Вот, и он и подяк, он меня взял. Вот, я пять лет был рядом посошником, обслуживал архиерийский стол. У него покои гостей обслуживал. И, конечно, доверял. Вот, вот, он меня сделал экономом. Конечно, был это удивительный человек. Но мы все его боялись, в том числе отец Ана. Вот, он всегда ходил по Лумантии. Знаете, ходил с посохом. А посох у него был невысокий. Богослуживание одно, а это повседневный, обыденный посох. Значит, наконечник был там металлический. Вот он идет, удар, тик, тик. Так, когда его нет, ну, шушу там, ну, жили обычно. Гавриил идет, все по норму, никого нет. Все разбегались, потому что идет наместник Гавриил Грза. Значит, и если он иногда душился, ароматы, значит, если слышали, пахнет там его духами, все, все по норму, никого нет. Знаете, здесь где-то Гавриил рядом. Поэтому с ним было весело. И, конечно, говорю, боялись отца на фонел. Он нас гонял. Он был архидьяконом. А мы, молодежь, все-таки где-то поговорим, где-то посмеемся, где-то чего-то. Вот и все. Он так посмотрел на нас, и все это было достаточно. Иногда нас разгонит там, нашу компанию детскую. Вот. И, конечно, появились варнавы, отца варнавы. Я им тоже очень благодарен. Очень подобранно ко мне отнесся. Вот он уже сейчас на приходе. Вот. Его называли черной бородой. Потому что борода была большая и черная. Барабас Схигуменасия был такой бывший кузнец. Он уже был глухой. Но к нему приходил. Вот. Иногда в келью к нему приходил. Он жил. А сейчас где живет отец иродиакон Даниил. Вот в этой келью он жил. Старец Божий. Потом отец Агапий. Вот. Афиноген тогда. А еще его был Афиногеном. Вот помню, еще отца нынешнего приходит к нам. Иродиакон Яков Зарудний, который был на Афоне. Я его, когда пришел, уже был иродиаконом. Потом вот он уехал на Афон. Значит. Затем и другие старцы. Вот. Отец Агафангел, отец Дамаскин. Вот они очень, так сказать, по-доброму относились к нам молодежи. Снисходительно. Они всегда, значит, чем могли угостить, подарить чего-то. Ну и другие старцы. Но такого тесно вообще не было. Вот. А потом уже, когда уже я поступил в число братьев в 77-м году, вот уже более тесно общение началось уже тут. Но тем не менее, как-то тогда вот открытого доступа, как сегодня, к старцам не было. Как-то было все-таки ограничено. Не так вот открыто. Захотели, пришли, захотели. А как-то все вот полузапретом было. Вот. Почему, не знаю. Ну, советская, светская власть тогда, советская власть требовала все ограничить. Вот не было такой духовной жизни. Но она продолжалась, она была. Вот ее уничтожить невозможно было, потому что это был монастырь. Но тем не менее, иногда тихонечко, тайно, все-таки мы в Вене приходили к отцу Ану и к другим старцам. Потому что они прошли лагеря, они прошли, видели голод, холод, войну. Они все на себе испытали. Они такие герои были, так сказать, не только телом, но и духом. Но и телом, безусловно, они были. Они были настоящие воины Христова. Вот. Они все на себе испытали. И они остались светлыми, добрыми, светящимися, но иногда строгими. Так, по-отечески, не злобными, а строгими. Даже внешнее их поведение вызывало благогоговение. Я уже везде их говорил. Значит, вот читали канон отец Серафима, отец Ана. Как они выходили на вон, как они крестились, как они истово кланялись. Отец Серафим не молодой был. Отец, он тогда сколько, ему 77-й год, 76-й год, это сколько было? 60, да, ну, до 63. Ну, в моем возрасте. Но это для меня они уже, так сказать, он седяной был, отец он уже. Вот отец Ана. Как они истово кланялись. Потом, как они красиво читали. Медленно, но очень красиво. С выражением читали. Потом, как отец Анатолий молился. Вот отец Анатолий был уставщиком, он был иродиаком, одной рукой. Вот он всегда наклеил к утру вечером. Вот он был образец монашества. У него была дорога в храм, дорога в трапезную и на Святую Горку. Все. Он больше никуда не ходил. Один раз в году выезжал к своему другу, к отцу Архимандриту Паищи на приход Юшкова. Там память была пророка Божией Ильи. И второй приход был отца Кенсарейна, память преподавателя Серафима Саровского. Туда отец Ана ездил и брал всегда отца Анатолия. Как отец Анатолий молился на клести. Вот он даже как лебедь вытягивал как-то шею. Вот он уходил туда, он забывал. Если где-то мы молодежь чего-то начинаем громко разговаривать, он только рукой показывал. Он никогда ничего ни слова говорил, рукой показывал. И вот это была такая живая действенная молитва. Он иногда не замечал, что мы находимся рядом. Вот он беседовал с Богом. Вот такая вот настоящая живая молитва была. И что особенно, отец Анатолий одной рукой, он, по-моему, вот я один раз его, помню, служил. Вот отец Схеродиакон Марк служил, уже Станик, вот ему уже под сто лет было. Вот он тоже служил. И отца Анатолия, по-моему, один или два раза, по-моему, на День Ангела служил. И отец Анатолий очень много писал. Вот то, что привозили напоминания, записки, синодики записывали, не записки, а синодики на вечные напоминания, годовые, на так называемые вечные напоминания, сорокаусты. Он ввел монастырские синодики, записывал в черновик и в чистовик. Черновик это, чтобы помечать, если человек умрет, присылает обратно, и затем после смерти перевести за упокой. Опять он переводил. Вот у него была своя система, схема. И он писал все тропари, которые на клирсе мы сегодня используем. Посмотрите, сейчас уже компьютерно, там уже Матушка Вера написала. А посмотрите, у него корявый почерк, но очень легко воспринимается зрительно. Очень легко, чем остальные почерки. Корявый почерк. Но вот почему я это приписываю, именно вот он духом писал. Не просто так, так сказать, механически, а вот в нем дух Божий помогал все это делать. Вот это чувствуется. Очень легко, вот я говорю, меня это удивляет, поражает, кривой почерк, но легко читается. У нас был замечательный отец Антоний Родиакон, последствий Родиакон Андроник. Но говорил, говорил, это птичка говорила, без конца говорит, отец Антоний, замолчи. Немножко помолчи, простый, 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 буквально пять секунд. Опять, значит, он был простец очень хороший. Вот, и отец Гавриил его на месте очень любил. Он был истопником в его доме, он был кочегаром. Там у каждого, так сказать, здания была своя котельная. В архиерейском доме, здесь, в братском корпусе. Вот он там топил. И вот он очень мало спал, очень много трудился. Вот он был такой простец. И любил служить. И владыка его любил за эту простоту. Он все-таки в возрасте был дьяконом, служил. И вот в Успенском храме это было. И когда он расстрелялся, вот у него пальцы вот так вот бегали. Вот нервный тик у него был. Вот так он, так сказать, выражался. И что-то там, знаете, на Ектини он что-то растерялся или что. Вот как раз Гаврил служил, что-то Гаврил его взвел. Вот, значит, и он был расстроенный. И на Ектини имя Гаврила надо было произнести. Он говорит, архимандрит, все честное, это наместник, а Гава, 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 раз в тридцепельный. Гаврил не выдержал. Рассмеялся. Сюда приходят не святые. Сюда приходят со своими немощами, недостатками. Монастырь – это духовная академия, это духовная врачебница. Вот, конечно, приходили сюда со своими проблемами. Вот придешь к отцу Иоанну, что-то расскажешь, или вот тогда вот я, будучи на послушании, люди же приезжали сюда, в первую очередь, с духовными проблемами, за советами, за наставлениями, вот к старцам, к отцу Иоанну. Вот, а он приехал, такой хороший человек, хороший труженик, хороший специалист, я его, надеюсь, на работу, он говорит, а мне отец Иоанн благословил уезжать. Я говорю, как уезжать? Мне нужно то-то, то-то, ты вот сделай все. Я к отцу Иоанну. Вот, зачем отец, он на меня смотрит, 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 вот моргает, моргает глазом, я ему наброшусь, он мне выслушает, потом усаживает и успокаивает. А теперь-то уже я понимаю. Они, так как второе, это трудиться, днести постройку, а первое, они приехали помолиться Цареце Небесной, нашим преподобным, там, в пещеры сходить, к старцам сходить, а потом уже, конечно, послушание. Вот, и, а я же тогда это не понимал, у меня задача была хозяйство вести, вот, там, рабочие руки нужны были, не хватало. Вот придешь к отцу, оно вот что-то вот так вот взбужденное, значит, он тебя успокоит, вот все, а подводит к тому, что в итоге во всем виноват сам. Не кто-то, не наместник, не благочинный, не келы, а виноват ты сам. Это тоже была большая школа для нас. Вот они нас учили смирению, никогда никого не осуждать, приучали терпению, вот, приучали и к посту, и к молитве. А дальше все зависит уже от тебя. Конечно, отец Царь очень сосредоточен, глубоко молился. Он любил вообще поминать отец Царь. Вот, на его литургии это помин было самое главное, наверное, вот, когда поминал, он на праскомиде, на хирургимской, иногда дважды, иногда триджды пели хирургимской, пока отец Царь всех помянет. Отец Царь никогда ни про кого плохого не говорил. Есть недостаток человек, сам по себе человек, он хороший. А вот дела могут быть худые, плохие, надо сказать, не совсем, может, неприличные. Но тем не менее, это человек, у нас приучали, особенно отец Царь, каждый человек – это образ и подобие Божие. И потом, конечно, вот этот физический труд, обыденный, можно сказать, труд. И вот мы здесь и пилили, и пололи, вот на грядке там помогали. Огородов тогда не было, вот в саду это было удовольствие находиться, там что-то помогать делать. В тех же теплицах это нам приносило радость. Вот это вот. Коровы были здесь тогда, куры были, вот. Что еще тут было? Вот такое как бы большое свое хозяйство. Мы же этого нигде ничего не видели, а здесь вот мы окунались в вот такую реальную монастырскую жизнь. Меня называли тайным учеником отца Яна. Тихоря приду, ну да, официально нельзя было ходить, ну как-то вот, ну, сами понимаете это. Вот, и хотелось что-то, даже прикоснуться, просто спроси хотя бы получить благословение. Уже было радостно, приятно. Вот, а сами знаете, отца, она столько любви. Даже вот ту же конфету, которую дашь, это вот что-то уже было. Но это же было не в самой конфете, а внимание к тебе. Вот даже будучи послушником, я уже был насельником, да, послушник, все начинали с послушника, и послушник он уделял внимание. Вот он, когда возвращался к так называемому с отпуском, он привезел, каждому что-то давал. Пусть маленькую иконочку, маленькую какую-то брошюрочку, маленькую литографию, какую-то маленькую картиночку. Это сейчас всего навалом, а тогда было все дефцит. Да, вот там в Иерусалим какой-то камушек, какая-то литографическая иконочка, какая-то святыня. Это было очень дорого и ценно. Вот поэтому тут отношения были. А отца, вы сами знаете, такое отношение с любого еще делали. Кто-то строго там скажет. Допустим, отец Серафим, он был аскет. Там можно было спросить, он тебе не откажет. Он два-три слова на этом заканчивается. По существу. Он, так сказать, с тобой васькаться не будет. Он сказал и пошел дальше. А отец, он приголубит тебя, погладит, причешет и все. И это немножко такой приземленно. И то, это нужно было. Хочется всегда тебя вот так гладили, а не так шерстили. Вот поэтому, конечно, в первую очередь, отец, он привлекался к себе вот этой любовью. Но другие старцы, кто-то строгости. Допустим, Схигумен Милсидейк был очень строгий. Его часто ставили на исповедь. Его все боялись. Но он был очень строгий. Он мог по правилам все сделать. Там не постился три дня. О трех днях, неделю, если не постился, он тебе до причастия не допустит. И никто с ним ничего не сделает. Потому что он старец. Он наскид. Потому что он сам постился и с других требовал. А отец, он более снисходительно это делал. Вначале у отца она была, когда я приехал в 1975 году, келеньца матушка Иннокене Марии. Она с Браиловского монастыря. Это Винницкая область. Когда монастырь закрыли, она уехала к себе на родину и там жила вместе со своей, тоже с послушницей этого монастыря, матушкой Нина Топча. И впоследствии она стала монахиня Рахиль. Они ездили к Ацуяну. Как они познакомились, не знаю. Ездили к Ацуяну, когда отец служил на Рязанской земле. На приход петь с Украины на все двунадесятки, на великие праздники, приезжали туда и обратно. Не жили там, потому что в советское время нельзя было жить. Там прописка, там строго все было. Но они приезжали к Ацуяну петь своим монашеским составом. У них там был свой состав. Регин, все. Матушка Ягумен еще жива была у них. И весь Рязанский период туда ездили. Потом они чуть-чуть пораньше, чем я, приехали в Печоры. Здесь купили полдомика. И она там жила с матушкой Ниной и келеничала у отца. Когда я приехал, это было для меня, во всяком случае, образец монашеской. Кротости, монашеского смирения, монашеской чистоты, простоты и любви. Она была кроткая, кроткая, кроткая. Она никогда громко не говорила. Она всегда спокойна. Она сказала, хорошо, батюшка, хорошо, значит, Ванечка, хорошо, вот, знаете, я спрошу батюшке, скажу, хорошо перед им батюшке. Вот подойдите тогда-то. Вот она все. А Татьяна Сергеевна Поля, строгая, она такая, иногда властная такая, она могла, да, это ей нужно было. Вот тогда. И вот матушка Мария скончалась, инокине, отец, она ее так и не пострел. Она заслужила, матушка Мария, схему, по своей, так сказать, образу жизни. Она была очень кроткая, очень такая спокойная. Вот. Но она так и инокине умерла. Она погребена на городском кладбище. Даже не в пещерах она похоронена. И вот после, она уже тогда, Татьяна Сергеевна, здесь была, на послушании на Натальском. Она была реставратор-иконописец. Вот. Владыка Гаврил ей сказал, если будешь к Ивану ходить, я тебя за ноги через стенку. выброшу. Вот. Она была предупреждена, но все равно потихонечку она ходила. Вот. А к отцу Ианну, так сказать, у них свои отношения особые сложились. Вот. И отец, он поручение давал, там, отвечать на письма. Он напишет, там, она говорит, она напишет и отвечает. Также поздравления. Это сейчас смс-ки там открыты, уже готовы. А тогда надо было какие-то фотографии находить, на них писать, вручную. Вот. Иногда фотографически, правда, бывали поздравления. Вот надо было подписываться, чего и как. Поздравления. Вот она помогала. А потом уже, она после Гавриила, при отце Павле, она стала официально уже келейницей. Вот. И она уже постоянно была рядом, помогала во всем. Вот уже, так сказать, и письма, ну все, и люди приходили через нее. Батюшка уже без нее, в принципе, ничего не делал. Поэтому она всю переписку знала, всех людей знала. Вот. Все, так сказать, то, что нужно было, поручал батюшку, там, и пропитие подготовить, и переписать проповеди. Вот. Ну все, она все хозяйствовала. А я помогал только лишь. Вот как бы бытовые стороны. Если говорить по басне Крылова «Стрекозой и муравей», вот, она была муравьем, а я стрекозой. Вот если по Евангелию говорить, то, вот, когда в дом Лазаря приходил Спаситель, Христос, то, значит, Мария что делала? Садилась у ног Христа и слушала и слагала все сердцем. А Марфа что делала? Марфа, Марфа. Вот я был Марфой. Конечно, может, громко сказано, но тем не менее. Вот поэтому Татьяна Сергеевна была Мария. Она благой час избрала. Вот поэтому вот все сказано о Татьяне Сергеевне. На нас было написано две жалобы патриарху. Вот, так сказать, известными тут лицами, известным кругом лиц. Но потом все это разрешился этот вопрос. Вот, потому что ну, Татьяна Сергеевна строгая была такая. Вот если позволить всем войти к отцу, тогда бы отец давно бы его не стал и расстощили бы его по кускам, по частичкам. Я не приветствую его поступок. Вот, я не политик, я туда не лезу. А опять-таки есть в церкви священно-началье. Мы, когда священник нас руку полагает, мы исповедуемся и принимаем присягу. И там все четко, ясно и зло. Что мы должны делать, как поступать. При постриге монашеском мы должны, мы даем обеты, и там обеты. А он давал дважды эти обеты, вот это, с Хиегумен, с Сергеем. Поэтому тут он нарушил и там и тут. Вот в моем представлении есть священно-началие, а над ними есть Бог. А я послушник. Да, я могу совершать все только с благословения своего правящего архиептика. Потому что я нахожусь в этой епархии. Вот у меня есть архипастырь, вот он мне дает благословения. Вот, смотрите, на престоле лежит антиминс. Без антиминса литургии божественной не совершается. Антиминс кем подписан? Архиереем подписан. То есть я выполняю его благословение. Ну, там есть свой архиерей правящий. Вот тогда если что-то ты не согласен, вот ты должен опять-таки прийти поговорить, посоветоваться. Да, ты можешь не соглашаться, да, так сказать, ну, все-таки не бастовать, не выступать против. Я думаю, что в жизни отца немало было случаев, когда те времена, конечно, там ковида не было, ничего не было, я думаю, что он видел еще худшие моменты в жизни, и в церкви, и в жизни отечества, и своих близких собратьев, он никогда ничего не говорил об этом. Он даже тени у него не было в сторону священачали, даже в сторону своих следователей, чего-либо, вот они были неправда, нельзя так делать, то делать, вот он никогда ничего подобного не говорил. Я думаю, что отец не привезла такой поступок. И последний, я вот фрагмент только что услышал, увидел, он приглашает рядом с собой стать Путина, рядом с собой стать, это, по-моему, после ночной литургии крестного хода на царственных страстотерпцев, вот он говорит, с какой стати я должен со мной рядом стоять Путин, с какой стати должен стоять патриарх, с какой стати архиерей, я могу с ним рядом стоять, но только не он со мной рядом, потому что он архиерей, а я его послушник. Вот, знаете, возьмите мою жизнь, простите, ты со своей жизнью не распоряжаешься, если надо, Бог его заберет, жизнь и смерть только во власти у Бога, вот он нам дает, да, но все эти поступки мне непонятны, я его не осуждаю, дай Бог, Господи, ему понять, осознать, уразуметь, поэтому есть, опять-таки возвращаясь, говорю, есть архипастырь, которого вы должны слушаться, нравится он нам, не нравится, он Богом поставлен, да, он человек, он тоже может какие-то ошибки свои совершить, но он отвечает за меня, я за него не отвечаю, он меня не заставляет отступать от веры, нарушая какие-то канонические нормы, правила, если ты не согласен, но ты можешь, так сказать, не делать, как он говорит, но ты сейчас вокруг себя, ты создал вот там целое движение какое-то, мне это непонятно во всяком случае. Конечно, в первую очередь все-таки не уходить, вернее, иметь веру, пусть какая бы ни была, иметь веру. Второе, иметь послушание, если есть духовник, это замечательно, вот своему духовнику иметь послушание церкви через наших пастырей и архипастырей. Вот если у него есть вера и послушание, то все в жизни будет с пользой сделано. А когда у нас вот я начитан и через интернет я все знаю, мне это не надо, вот я лучше понимаю, вот у меня есть чем сравнить, нет. Вот когда ты имеешь веру и послушание, вот побудь, а сегодня возможности побыть, потрудиться не с предела этому всему, вот, а мы начинаем сразу чего-то умничать и все. Начни с простого, начни с самого простого послушания в монастыре. Вот езжай, есть свободное время, езжай в монастырь, езжай в храм. Вот, когда ты научишься иметь послушание в монастыре, слушаться, прислушиваться и молиться, трудиться, а уже вначале я говорил о оставлении своей воли, своего я за воротами, вот у нас, слава Богу, есть такие примеры, но их мало, но они есть, и среди наших братьев оставили, они пришли, все, и безусловно, о монастырях всегда есть, может, не те старцы, как отец Антон, есть ревностные братья, монахи, которые никогда ни к чему не научат. Монастырь никогда плохого не учит. Да, есть дела добрые, есть дела худые, но зависит от тебя. Да, когда ты стремишься к Богу, к спасению, дьявол нам, как отец Антон говорил, ухажер наш, он с хвостиком вельнет, подножку поставит, как отец Антон говорит, он ноготочку может весь мир перевернуть, конечно, он тоже за нами бдит, следит, поэтому, а мы не должны поддаваться этим провокациям, поэтому, есть люди, которые могут посоветовать, и тогда были искушения, и здесь они есть, вот, здесь где-то, где-то когда-то чего-то больше, чего-то меньше, поэтому сегодня, слава Богу, есть монастыри, конечно, особенно устоявшиеся, как наш, трудовой, да, у нас есть замечательные братья, которые могут показать, один, отец Харлампич его стоит на его поле, если прийти, а мы сегодня, так сказать, вот, не особо-то хотим, вот, опробь, опробь, побудь, и когда, ты, это должно быть искренне, со смирением, и с верою, вот, когда ты придешь, вот, именно, не себя слушать, а послушай его, и примени к своей жизни, вот, недоумение, спроси, а есть у кого спросить, не сам размышлять чего-то, а вот, и, конечно, прислушать голоса своей совести, и вот это вот, но начинать с веры, и с наставника, духовника, как хотите там называйте, вот тогда, так сказать, все это будет в пользу, для души, для тела, конечно, когда ты сам начитан, да, ты можешь много читать, много знать, но, когда ты оттекаешь свою волю, вот здесь очень важно. Ну,